Жители московского поселка Сокол митингуют в защиту своих домов, снести которые пригрозил префект округа Олег Митваль. Около 50 человек сегодня вышли на центральную площадь с плакатами «Руки прочь от наследия». Причина спора – новые дома, которые появились в известном поселке художников совсем недавно и, по мнению властей, искажают общий исторический облик. «Речь идет о 114 строениях поселка Сокол. По всем 114 строениям, по заверению руководства московского наследия, будет проводиться инспекционная надзорная проверка с целью выявления незаконного строения». Префектура Северного округа обратилась в прокуратуру и теперь известный московский поселок будут проверять на законность строительства новых домов. У идеи расправиться с незаконными постройками уже появились как противники, так и последователи. Таким соседям другие жители Сокола не рады. Впрочем, жильцы признают, что некоторые дома действительно не отвечают архитектурным требованиям. «Ну, откровенно говоря, некоторые дома, некоторые дома, я бы не сносил, вот, например, вот эту землю. Я бы, конечно, выяснил». «Разваленные бедные старушки живут, крысы бегают. А кто это строит эти дома, неизвестно». «Как вы считаете, это правильно, что собираются сносить новые дома?» «Правильно, я считаю. А лучше бы было передать. У нас детских садов не хватает. Однако основная масса жильцов опасается, что в этом споре под горячую руку ревизоров попадут и дома, которые действительно представляют историческую ценность. Они были построены в 20-е годы прошлого века и стали частью Старой Москвы». «У меня, как у жителя поселка, возникает такой вопрос. Что предлагается с этими домами сделать? Если их предлагается разрушить, то что предлагается сделать вместо них? Очевидно, что старые дома никто восстанавливать не будет, потому что не будет этого финансирования. Следовательно, скорее всего, здесь будут сначала пустыри, а потом скажут, что поскольку 30% домов уничтожено, то можно уничтожить весь оставшийся поселок, потому что у него будет снят статус памятника городостроительства». Сергей Поляков, Владимир Межинский, Infox.